Рекламная пауза длинуя в жизнь. Google собирается внедрить промо даже в приборы отопления. Директор Microsoft хочет купить баскетбольный клуб и спасти спортсменов от расизма. Кто, чтобы приложить свои чипсеты к проекту модульного смартфона от Google? Это новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Здравствуйте! Начнем с новости о возможном засилье рекламы, причем не только на экранах телевизоров и компьютеров. Промо-ролики, объявления и баннеры будут выцвечиваться еще и на дисплеях так называемых интернет-вещей. А это термостаты, холодильники, автомобили, часы и очки дополненной реальности. Операционная система Android в разных версиях уже устанавливается на множество устройств. Кто ли еще будет? В начале года Google купил успешный стартап Nest. Его детище – самообучающийся термостат для дома. Он может регулировать мощность отопления или кондиционера на основе предпочтений жильцов. Несколько крупных производителей автомобилей заявили, что медиасистемы их машин будут работать под OS Android. Хотя Google продает множество разнообразных товаров и сервисов, все же львиная доля доходов от рекламы. И, само собой, корпорация желает рекламировать больше. Любопытно, как это будет работать. Если умный термостат поймет, что хозяин дома любит прохладу, то на экранчике все время будут баннеры с шерстяными носками и теплыми свитерами. Цифровой мир ждет дебюта модульного смартфона, а Google ждет чипов от Toshiba. По информации от агентства Nikkei, японский производитель будет поставлять процессоры для проекта ARA. По крайней мере, три разных типа чипов, рожденных в недрах заводов Toshiba, установят на смартфоны ARA. Японскими процессорами оснастят отдельные модули и базовую часть устройства. Напомним, проект ARA — это смартфон, который можно собрать из разных модулей с разными функциями. Базовая звонилка обойдется в 50 долларов. Потратив еще пару сотен, можно добавить камеру, оперативную память, GPS и еще множество других модулей. Выпуск в продажу с телефона конструктора намечается на начало следующего года. Бывший генеральный директор корпорации Microsoft собирается переквалифицироваться из компьютерного магната в спортивные. Стив Балмер начинает переговоры о покупке американского баскетбольного клуба. Встреча, на которой обсудят подробности предстоящей сделки, пройдет в особняке жены нынешнего владельца баскетбольной команды Los Angeles Clippers. Дело в том, что именно Шелли Стерлинг, супруга Дональда Стерлинга, занимается продажей клуба. А история началась из-за расизма. Подруга владельца опубликовала в Instagram фото с легендарным баскетболистом Мэджиком Джонсоном. Он афроамериканец. После Дональд Стерлинг позвонил ей, обругал и потребовал больше не приводить темнокожих на матчи команды. Запись попала к журналистам портала TMZ, а затем стала достоянием общественности. Руководство NBA пожизненно дисквалифицировало оскандалившегося Стерлинга и потребовало продать Los Angeles Clippers. Необходимые для приобретения 20 миллиардов уже есть у экс-главы Microsoft Стива Балмера. К слову, Балмер будет не первым дельцом из Кремниевой долины, который обзавелся собственным баскетбольным клубом. Майкрософтовец Пол Аллен купил Portland Trailblazers еще в конце 80-х. У нас анонс еще одного полезного или, скорее, приятного приложения. Программа Bounden платная, но наверняка может сэкономить изрядное количество денег на индивидуального преподавателя или абонемент в школу танцев. Правда, только парам, которые решили научиться танцевать именно с помощью смартфона. Вообще в этом видео мужчины и женщины, что делают странные движения со смартфоном в руках, ученики. Они стараются постигнуть искусство танца, преподает им приложение Bounden. Алгоритмы движения и танцевальные па заложены в эту программу благодаря опыту танцоров голландской балетной труппы Эрнста Мейснера. Приложение для обучения танцам использует гироскоп, встроенный в смартфон. Двигаясь, надо совместить две точки на экране. К сожалению, пока цифровой хореограф может работать только на устройствах от Apple, авторы программы не смогли создать версию для андроидных телефонов. Bounden обойдется в 4 доллара. Оно точно позволит не краснеть из-за своей неуклюжести на групповых уроках танцев и подарит немало приятных или веселых моментов влюбленных. На сегодня все. Любой выпуск ProNet можно найти в архиве программ на сайте 24KZ. Смотрите нас в эфире и подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях. До свидания.